Финансирование агропромышленного комплекса в следующем году планируют сохранить на уровне 2015-го. Представители фракции «Единой России» считают эту меру необходимой. Депутат Госдумы Николай Панков встретился с председателем партии Дмитрием Медведевым. На совещании обсудили вопросы аграрного сектора. Подробности в нашем следующем материале. Узнать о главном из первых уст. Депутаты фракции «Единая Россия» встречаются с председателем партии Дмитрием Медведевым. Рассказывают о достижениях и не скрывают проблемные моменты. Председатель аграрного комитета Госдумы Николай Панков обратился к главе партии с просьбой не уменьшать в следующем году финансирование сельского хозяйства. Фракция считает необходимым при формировании бюджета этого года сохранить финансирование агропромышленного комплекса на уровне этого года. Было бы правильно, если дополнительно при формировании бюджета предусмотреть возможность выделения в течение года, к примеру, из средств антикризисного фонда, финансированные для агропромышленного комплекса, для таких ключевых направлений. В последнее время развитию аграрного сектора уделяют особое внимание. Это уже позволило увеличить производство сельскохозяйственной продукции. За последние полтора года отрасль продемонстрировала устойчивый рост и конкурентоспособность. При том, что мы экспортируем вооружение немало, и в этом смысле мы вторая страна в мире по экспорту вооружения, но продукции сельского хозяйства мы экспортируем больше на 5 миллиардов, и потенциал роста здесь огромный. Поэтому в следующем году аграрному сектору вновь протянут руку помощи. Дмитрий Медведев поддержал предложение Николая Панкова не уменьшать бюджет отрасли. Кроме того, председатель правительства страны высказался за то, чтобы выделить дополнительные средства на такие ключевые направления, как молочное и мясное животноводство и техническое перевооружение отрасли.